друзья привет я продолжаю гайд по моду industrial крафт на версии 1.12.2 в этой серии поговорим про хладагент про способы его производства для начала давайте я покажу каким образом хладагент я произвожу у себя на базе для производства хладагента я использую систему из двух наполняющих механизмов в первый механизм у меня поступает вода и лазуритовый порошок здесь производится у меня жидкий хладагент с помощью улучшения выталкиватель жидкости хладагент поступает в соседний наполняющий механизм заполняется жидкостной капсулы и с помощью шин импорта откачивается в мою систему давайте продемонстрирую как это работает сейчас я закажу 100 капсул жидкого хладагента с помощью моей интерфейса у меня поступает в первый наполняющий механизм лазуритовая пыль а с помощью жидкостной шины экспорта у меня поступает вода производится хладагент я подаю сверху капсулы и а в результате капсулы с хладагента у меня уже откачиваются с такой вот трансфер нода из Extra Utilities. Естественно, можно также использовать шину импорта. И таким образом я получаю достаточно быстро 100 капсул хладагента. Однако такой способ подойдет только в том случае, если у вас большие запасы лазурита. Если же у вас достаточно скромный запас лазурита, то можно вместо воды использовать дистиллированную воду. Давайте далее рассмотрим способы по производству дистиллированной воды. Итак, первый самый популярный, самый простой способ по производству дистиллированной воды, это вот такие вот солнечные опреснители. Крафтятся они достаточно просто, можно их поставить несколько штук таким вот образом. Далее просто заливаем сюда воду, например, с помощью ведер. Вода через какое-то время дистиллируется и мы ее можем опять же ведра забрать, либо как-то с помощью труб откачивать. Проигрыш этого способа в том, что опреснение происходит достаточно медленно, происходит только в дневное время. Но зато такой способ очень легко автоматизировать, например, с помощью помп или каких-то резервуаров, которые производят воду. Вот давайте я зендер его поставлю в резервуар, заполню его водой. Здесь у меня появился бесконечный источник воды. Давайте я буду подавать сюда воду таким вот образом. Итак, видим, что вода у меня сюда поступает, начинает дистиллироваться. С помощью этих же труб из эндер ио можно эту воду откачивать, например, в какой-нибудь резервуар. Итак, мы видим, что в наш резервуар стала поступать дистиллированная вода. Процесс этот не быстрый, но зато с использованием дистиллированной воды мы сможем производить хладагент, затрачивая 8 раз меньше лазуритого порошка. Если нас не устраивает скорость производства дистиллированной воды, мы, естественно, можем поставить больше таких солнечных опреснителей, либо же использовать парогенератор. Парогенератор – это механизм, который способен производить пар с использованием тепла и воды. Для производства пара нам, во-первых, нужно его соединить с каким-нибудь теплогенератором. Я буду использовать электрический теплогенератор. Обратите внимание, что у парогенератора нет какого-то конкретного входа для тепла. Это сделано специально для того, чтобы вы могли подсоединить к парогенератору несколько теплогенераторов. Итак, тепло мы подвели с помощью электрического теплогенератора. Давайте подведем воду. Я буду использовать трубы зендер ио. Заходим в интерфейс, видим, что вода поступает. Также видим кнопки для регулирования поступления воды и для регулирования выходящего опара. Давайте выставим здесь на максимальное значение воду. А здесь поставлю на 100 бар. Ждем, когда у нас система прогреется. Максимум здесь можно прогревать до 500 градусов. Если больше, то произойдет взрыв. Итак, при давлении 100 бар вода у нас превращается в пар при температуре 224 градуса Цельсия. Значит, видим, у нас тут пар образовывается. Будьте осторожны, он может вас обжечь или ослепить. Для того, чтобы пар начал выводиться и преобразовываться в дистиллированную воду, мы рядом поставим такой вот конденсатор. Устанавливаем. Видим, что у нас здесь начал скапливаться пар. Сейчас он будет преобразовываться в дистиллированную воду. Еще для ускорения процесса рекомендую поставить сюда такие вот теплоотводы и запитать его электричеством. Итак, видим, что у нас начала производиться дистиллированная вода. Давайте также установим где-нибудь резервуар, чтобы скапливать там дистиллированную воду и будем откачивать отсюда. Как видим, в резервуаре начала скапливаться дистиллированная вода. Процесс здесь происходит намного быстрее, чем с использованием солнечных опреснителей. Однако в такой системе есть существенный минус. Дело в том, что парогенератор со временем накапливает накипь, если мы кипятим обычную воду. Поэтому через какое-то время парогенератор придется заменить. Однако же мы можем просто скрутить этот парогенератор, установить его заново и накипь исчезнет. И, пожалуй, на этом все. Выбирайте тот способ производства хладагента, который вам удобен. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новое видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания. Рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.